МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала Север. Еженедельная информационно-правовая программа 112. В студии Михаил Малеев. Сегодня выпуски. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, что приравнено к тому, что он находился бы пьяный за рулем. Ему грозит и лишение прав, и штраф до 30 тысяч рублей. ДТП на Лаевожской трассе. Среди пострадавших пятилетняя девочка. Мне говорят, не беспокойтесь, у вас в течение трех дней эти все деньги вернутся обратно на счет. Я ждала еще три дня. И вот я эти три дня-то выждала, и в итоге я потом уже поняла, что... В Нинецком округе вновь оживились телефонные мошенники. Жительницу Нарьенмара обманом вынудили перевести 50 тысяч рублей в руки жуликов. Молодые люди дважды расплатили за товар фальшивыми купюрами. После их ухода продавщица решила посмотреть сомнительные деньги и увидела там надпись «Билеты Филькиной грамоты 500 рублей». Бдительность при расчете наличными обязательно. В одном из магазинов Нарьенмара злоумышленники обманули кассира, расплатившись фальшивыми банкнотами. Нарожно-транспортное происшествие на шестом километре Лаевожской трассы. На минувшей неделе в воскресенье около пяти часов вечера там столкнулись две иномарки. Среди пострадавших – пятилетняя девочка. Инспекторы ДПС признали виновником аварии водителя иномарки, не пропустившего легковой автомобиль при выезде со второстепенной дороги на главную. В результате произошло столкновение. В приемный покой окружной больницы доставлены девушка 1983 года рождения, женщина 1957 года рождения и пятилетняя девочка. Состояние пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное. Угрозы для жизни нет. Сейчас проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет вынесено решение. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, что приравнено к тому, что он находился бы пьяный за рулем. Вот ему грозит и лишение прав, и штраф до 30 тысяч рублей. «Поспешишь, в ДТП угодишь» – именно так, перефразируя известную поговорку, можно сказать о дорожно-транспортном происшествии, случившемся на перекрестке улиц Выучейского и Полярной. Возле магазина «Бахус» столкнулись две легковушки. Инспекторы ГИБДД усматривают в происшествии вину водителя темной иномарки. Похоже, что он куда-то очень спешил и решил не пропускать представителя отечественного автопрома. И это несмотря на то, что «Лада» двигалась по главной дороге. В результате произошло столкновение, из-за которого водителю иномарки пришлось отложить свои срочные планы на более позднее время. Разбирательство с инспекторами ГИБДД – дело небыстрое. Никто из участников ДТП не пострадал. До виновника составлен административный протокол по статье «Нарушение правил проезда перекрестков». Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере одной тысячи рублей. Очередной случай мошенничества в Ненецком округе и вновь с банковской картой. Жительница Нарьенмара собственноручно перевела жуликам крупную сумму. Инцидента можно было избежать, если бы женщина не оказалась столь доверчивой. Мы попытались разобраться в хитроумной схеме злоумышленников. Жертва мошенников обратилась в дежурную часть и сообщила, что ее обманули, и она лишилась 50 тысяч рублей. Все началось с смс-ки, пришедшей ей на телефон. В ней говорилось, что банковская карта заблокирована, а всю остальную информацию можно получить по ниже указанному телефонному номеру. Женщина немедленно позвонила. По телефону ответил мужской голос, якобы оператора банка. Я с ними стала разговаривать, что у меня заблокирована карточка. Они мне сказали, что когда будете свободны, то подходите к банкомату, и мы вашу карточку разблокируем, снимем эту блокировку. И я пошла в банкомат вечером уже, когда освободилась. Понайдя к банкомату, женщина перезвонила псевдооператору. Ей пояснили, карту можно разблокировать самостоятельно. Вставьте ее в банкомат и выполните несколько операций. Я абсолютно все это сделала машинально, даже не задумываясь, что у меня с карточки могут снять деньги и исчезнуть. Все операции провели. А что они спрашивали? Ну вот номер карточки спрашивали? Какие циферки последние, например? Или только говорили, что нажимать? Да, они мне просто говорили, что нажимать, какие операции делать, для того, чтобы эта разблокировка прошла. После этих операций женщина лишилась 50 тысяч рублей. Кроме того, мошенники умудрились перевести услуги мобильного банка на свои телефоны. Поэтому женщина и не получила сразу СМС о снятии с ее карты денежных средств. О телефонной краже жительница Нарьинмара узнала только на следующее утро. Она опять перезвонила по указанному в СМС-ке номеру. Мне говорят, не беспокойтесь, у вас в течение трех дней эти все деньги вернутся обратно на счет. Я ждала еще три дня. И вот я эти три дня-то выждала, и в итоге я потом уже поняла, что... И только после этого женщина обратилась в полицию. Стражи порядка проверили номер псевдооператора банка, но было уже поздно. Мы обращаемся к жителям округа, чтобы они не поддавались на эти уловки, были бдительны и внимательны, перезванивали на те номера, которые были даны изначально, там, реквизиты банка или родственникам, если с ними случилась беда. Перепроверяли информацию, не ленились и внимательно читали сообщения. Несмотря на многократные предупреждения населения, в том числе и через СМИ, неизменно находятся те, кого мошенникам удается обмануть. Как правило, это пожилые и неискушенные в современных технологиях люди. Мошенничество в одном из продовольственных магазинов Нарьенмара при расчете на кассе двоим молодым людям удалось выдать за настоящие пару фальшивых купюр достоинством по 500 рублей. При этом сжульничать злоумышленникам удалось дважды. Сначала молодые люди решили попытать счастье с одной фальшивкой. Продавец приняла купюру, да еще и выдала сдачу мошенникам. Молодые люди ушли, но вскоре вернулись, чтобы провернуть аферу во второй раз. И снова кассир приняла фальшивую банкноту. Молодые люди дважды расплатили за товар фальшивыми купюрами. После их ухода продавщица решила посмотреть сомнительные деньги и увидела там надпись «Билеты Филькиной грамоты 500 рублей». В настоящее время сотрудники полиции установили личность одного из молодых людей. В настоящее время проводится проверка по данному факту. Полицейские в очередной раз предупреждают жителей округа быть бдительней при обращении с деньгами. При расчетах наличными гражданам настоятельно рекомендуется внимательно проверять каждую банкноту. Борьба с коррупцией остается одним из приоритетнейших направлений в работе администрации Нейнского округа. На Ринмаре прошло очередное заседание Межведомственного совета при губернаторе НАО по противодействию коррупции. Основная цель мероприятия – объединение усилий органов государственной власти и местного самоуправления с правоохранительными структурами и ведомствами для работы в этом направлении. Мы побывали на заседании совета и узнали, насколько эффективно функционирует этот союз. В повестке значилось шесть вопросов. Участники совета обсудили реализацию в регионе положения об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, результаты деятельности комиссий по служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на государственной муниципальной службе, утвердили рекомендации по предоставлению чиновникам сведений о доходах и имуществе. Поговорили также и о ротации государственных служащих исполнительной власти в Ненецком округе. Наши органы власти, они достаточно малочисленные. Специалисты выполняют семейные функции, заменяют друг друга во время отпуска, во время временной недвижимости. И замена одного специалиста на другого, она не приводит к никакому антикоррупционному. Начальник управления международных и межрегиональных связей, информации и массовых коммуникаций Ненецкого округа Анастасия Назаренко познакомила участников заседания с результатами последних опросов общественного мнения о состоянии коррупции в нашем регионе. Жителям задали вопрос, попадали ли вы в течение последнего года в коррупционную ситуацию или оказывались в положении, когда понимали, что вопрос или проблему можно решить только с помощью взятки, подарка за определенную услугу, независимо от того, как фактически решилась эта проблема. Не попадали в подобные ситуации 80,5% опрошенных. Ответили на вопрос утердитель на 6,4% опрошенных. 13% затруднений ответили. Из коррупционных ситуаций, встречающихся чаще всего в округе, первое место заняло нарушение правил дорожного движения. На втором месте – ловля рыбы. На третьем – оформление документов в различных муниципальных и государственных органах, а также призыв на военную службу. Кроме того, Анастасия Назаренко озвучила оценку эффективности проводимых органами власти антикоррупционных мероприятий. Здесь мнение респондентов поделились примерно на три равные части. Около 32% жителей округа считают работу органов власти в этом направлении эффективной. Почти 25% респондентов выразило противоположное мнение. Около 40% с ответом не определились. Все эти оценки заместитель губернатора Нинецкого округа Игорь Кузнецов назвал положительными. Это, честно говоря, радует. Но не расслабляет, потому что есть там моменты, которые были сегодня озвучены, которые указывают нам на те мероприятия и на те отрасли, где необходимо, может быть, усилить, уделить больше внимания. Заседание Совета проходило накануне 10-го юбилейного международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, 31 октября 2003 года. Дату утвердила Генеральная ассамблея ООН. В Нинецком округе прошел ряд мероприятий, приуроченных этому событию. К примеру, конкурс среди журналистов «Борьба с коррупцией. Дело каждого». Его провело управление «Информсвязь НАО» при поддержке окружного ОМВД. Из 11 представленных материалов организаторы выбрали три лучших работы. Победителями конкурса стали Алина Ибов, газета «Выбор НАО», Алексей Руднев, газета «Нарьяна Виндер» и ваш покорный слуга. Получается Михаилу Малееву. Затейный сюжет – судебное заседание по делу «Атомобор». Журналистов наградили дипломами и ценными подарками. Конкурс «Борьба с коррупцией. Дело каждого» постепенно становится традиционным. Впрочем, как и ежегодные тематические семинары. Один из них прошел в субботу в культурно-деловом центре Арктика. Тема семинара – «Гражданское общество против коррупции». На этом у меня все. Если вы стали свидетелем неправомерного поступка, происшествия или еще более вопиющих событий, свяжитесь с нами. Будем делать выпуски программы 112 вместе, контакты на ваших экранах. С нами вы получаете самую достоверную информацию. Зачастую мы показываем материалы, от которых некоторым становится не по себе. Но делаем мы это исключительно для того, чтобы вы, уважаемые телезрители, сами не оказались в неприятных ситуациях. С вами был Михаил Малеев. Увидимся на телеканале «Север». И помните, предупрежден – значит вооружен. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова